Баскетбольный клуб Николаев, мы отдавали часть территории центрального стадиона, мы отдавали земли под рынком полос, мы отдали землю этого большего батальона связи под авторынок. И честно говоря, не знаю тогда, какая поддержка, ну я же сказал, центрального стадиона, такая поддержка тогда была в начале 2000-х годов. Ну то, что сейчас мы однозначно с бюджета города и баскетбольной команде Николаева, и МФК Николаева помогаем, и Ника Баскет помогаем, но уже пришло время, наверное, чтобы уже эти предприниматели и хозяева, зная о том, что у них заканчивается аренда, и уже стать однозначным. Ничего не поменялось в городе, так же и живут эти баскетболисты, так же и живут эти баскетболисты. Все. Ставлю на анонсование отдельно. Александр Александрович, еще можно секундочку, а еще... Давай не по этому уже. Так я по этому задаю. Я почему спрашивала по поводу... Александра, а под что им давалось вообще вот эти 8829 квадратов в свое время? Отдел. То есть она под застройку и шло? Не же шло. Не же шло. Просто сейчас они разделяют одно уже сдавное файл СНД, остальное оставили 6900. Это так же, что вы говорите. Поддел земельный динампорт. Поддел земельный динампорт. То есть оно по строительству и выдавалось, да? Это все интересные. Не жертвуют. Ставлю на голосование по предложению депутата Крисенко. Вопрос первый в Заводском районе на странице 30. Баскетбольный корабел, поддел земельной племянки 8829 квадратных метров. Ул. 6-я СНОВИНСКА 89. Кто замуж, что украдывался? По предложению он не отпустил? Нет, но по предложению я поставил отдельно на голосование. То есть вопрос не набрал голосов автоматически. А еще Гринос, у него же предложение другое. Как вы на голосование? Пошло позитивное? Позитивное. В разделе сентябряного участка, который завтра, что украдывался. Позитивное.